Восемь слов на каждый день, которые защитят вас и ваших близких. Слова являются крайне действенной магией, особенно в борьбе с проблемами и неурядицами. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, какие слова можно назвать самыми мощными оберегами. Эти сильные слова помогут защититься от всего плохого. Старайтесь запоминать как можно больше таких слов, чтобы в жизни было меньше безвыходных ситуаций. Итак, давайте узнаем, какие слова могут защитить вас и ваших близких. Первое слово – добро. Это очень мощное защитное слово, которое полезно произносить, когда ситуация накаляется, и вы чувствуете, что сейчас произойдет что-то плохое. Кто-то начнет ругаться, драться или выяснять отношения. Также это слово помогает, когда ругань уже началась. Это слово поможет остановить перепалку, устанавливая энергозащиту от внешних раздражителей. Второе слово – спокойствие. Это одно из самых мощных и универсальных слов-паролей. Оно помогает, когда вы переживаете на экзамене или на собеседовании. Оно будет полезным и в те моменты, когда вы выходите из себя. Очень действенной в таком случае будет и дыхательная практика. Десять очень плавных и сильных вдохов с не менее плавным и долгим выдохом. Это хорошо успокаивает и нервную систему. Данное слово также очень полезно в тех ситуациях, когда вы не можете выбросить что-то из головы. Это могут быть какие-то неприятные воспоминания или обиды. Слово спокойствие поможет победить это все без труда. Третье слово – свобода. Это идеальное слово-пароль для борьбы с вредными привычками. Например, если вы бросаете какую-то привычку, его стоит говорить как можно чаще. Если вы уже бросили что-то или добились отличных результатов, но иногда вам хочется снова вернуться к этой плохой привычке, в такие моменты нужно произносить слово «свобода». Вы сможете освободиться от таких мыслей, установив энергозащиту от своих личных слабостей. Четвертое слово – терпение. Данное слово-пароль является сильнейшим помощником в те моменты, когда вы устали. Например, если у вас очень сложный день на работе, а вам еще очень много дел нужно успеть завершить до его окончания, слово «терпение» поможет установить защиту от переутомления. В современном ритме жизни это очень полезно. Пятое слово – защищай. Это слово ставит энергетическую защиту на человека от любой беды, помогая обходить стороной различные опасности. Неплохим аналогом такого слова можно считать слово «удача». Оно более полезно в финансовой сфере. Если же вы просто чувствуете приближение неприятностей, лучше использовать слово «защищай». Шестое слово – прочь. Это слово помогает побеждать токсичные установки. Например, вы работаете над каким-то очень сложным проектом, и у вас появилось только сомнение в том, что все получится. Тут на помощь и должно приходить данное слово. Седьмое слово – хвалить. Если человек оказывает на вас негативное энергетическое воздействие, то нужно говорить себе это слово-пароль, чтобы не податься искушению и не начать отвечать агрессии на агрессию. Это слово – помощник в ситуациях, когда на ваше биополе создается сильное влияние со стороны неприятного человека. Восьмое слово – отложи. Бывает так, что какой-то человек уже заразил вас негативом, а вы обижаетесь на него или таите злость и испытываете мощную агрессию. Слово «отложи» поможет защитить свою ауру и перестать думать о проблеме. Надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным, и эти слова помогут вам. А мы желаем вам здоровья, счастья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.